Продолжение следует... Дорогие друзья, у нас сегодня вообще необычная тема. Дело в том, что через полгода исполнится ровно 30 лет, как существует спортивная программа на телеканале «Николаев». Ну, сначала был канал «Седьмой», «Зеркало», но вот многие годы это вышло уже почти 4000 выпусков. Мы рассказывали о успехах, достижениях, голах, очках, секундах и никогда не говорили о том, что вовсе сопровождает спорт и физкультуру, без чего она обойтись не может. Вот выходит на пьедестал, чемпион, ему вручают медаль тренеру, а забывают о враче, который, собственно, создает плацдарм будущие успехи для наших спортсменов. Поэтому у нас сегодня гость такой очень необычный, и мы впервые за эти 30 лет расскажем по-настоящему, кто же стоит вот там, у кромки поля или на спортивной площадке и помогает нашим ведущим спортсменам, знаменитостям, звездам стать настоящими звездами. Наш гость, наш земляк, который редко бывает почему-то в наших краях, в основном по Украине, по разным странам, по континентам. Ну, в общем, очень интересная встреча у нас. Алексей Григорьевич Куцел – биолог, травник, писатель, довольно многопрофильный специалист. Ну вот вы сами из Башанского района, села Привольное, оттуда начиналась ваша очень интересная жизнь. Вот на ваш взгляд, какую роль играют врачи в спорте и физической культуре? Потому что, я думаю, что без них не было бы никаких достижений. Ну, добрый день, спочатку. Для того, чтобы людина показала, что есть в спорте, она должна быть в стане здоровья. Первое. Если нет здоровья, какой спорт? Какие показатели? Что она может? Да ничего не может. Но большинство людей спрашивают, что такое здоровье? И, появляется, никто не знает, что такое здоровье. Если ты хочешь иметь здоровье, ты должен знать, что это такое. Багато роков вчені думали и не могли науково пояснити стан здоровья людини. И лишь несколько лет назад Всесвитная Організація охраны здоровья дала визначение, науковое визначение, что такое здоровье. За визначением Всесвитной Організації охраны здоровья, здоровье складывается из четырех аспектов. Духовный, психический, физический и социальный. И дано визначение каждого из них. Социальный. Если человеку, семье, нет, что есть, нет, где жить и нет, в чем одеться, она социально хвора. Физический аспект – это состояние нашего тела. Это то, что мы думали, что это здоровье. А воно все связано. Ну, тут можно пошуткувать, если у тебя ничего не болит, это не означает, что ты помер. Просто ты встанешь идеально здоровья. Психический. 95% населення земной кулы психично хвори. Это не означает, что они на облику психиатра. Ни. Это означает, что не они керуют своёю сведомостью. А кто же тогда керует? А очень просто – страхи, стрессы, образы, негативные эмоции, ну и так далее. Если у человека есть страх высоты, как она может стрибать? Если у человека есть страх победы, она не может достигнуть вершин ни в спорте, ни в жизни. И если есть другие страхи, то, например, арахнофобия. Ну, паучок або муха там летит, а спортсмен бежит и побачит муху. Та он никогда не добежит, он повернет и будет назад текать. Поэтому и страхи треба збутися, и примириться с людьми, потому что образы есть. То даже на соперника, с ним треба примириться и его любить. Как мне один человек сказал, ну, как я ему дам по морде, если я его не люблю? Я только с великой любовью могу дать ему по морде. Вот тогда я переможу. Вот, здавалось бы таки, но тут закладено народный глубинный смест и психологический. Ну, вообще, спорт может быть без врачей, без медицинской помощи? А как? Вот так вот. Підготувати треба. Физически, психологически, да? Да, и психологично, физично и социально. Если человек едят живцем паразиты, а она этого не знает, какие результаты? Когда суды не пошкоджены, когда организм забруднен всеми видениями этих паразитов, их не много у нас может быть, более 10 тысяч видений паразитов. На счастье, не все сразу. И вот для того, чтобы допомогать и спортсменам, и не только, значит, десь біля семи років ми розробляли цілий коллектив, такий препарат, як хрениця здоровья, вот, який дозволяє за 50 днів позбутися від 10 тисяч видів паразитів. О, а можна анекдот? Так. Врач спрашивает у пациента, вы раньше кому-нибудь вращались, до того, как ко мне пришли? Он говорит, да, в аптеку. И что же вам могли там посоветовать? Какую-нибудь пакость? Нет. Собідали обратиться к вам. Поэтому, я думаю, что врачи имеют возможность, и есть такая линия своеобразная, врач, аптека и фармацепт. Без этой цепи невозможен вообще процесс жизни и достижения спорта, да? И стану здоровья. И вот сейчас вы показываете то, что может помочь кому, а чего? Цей препарат просто два раза на день, по 2-3 крапли, у водички, або в чай, ну, не горячий, чтобы. И с семьи начинают текать все гости, которые нею харчувались. А окружение сильное, да? Вчутки, но желательно, чтобы вся семья вживала, и даже собаки и кишки, потому что идет взаимное заражение. Так это советы любому человеку, да? Так, это любому человеку. Дуже неприятно иногда, когда из тебя это все выходит, но перетерпеть нужно. Слава Богу, собрали чемоданы и текают, как говорят, на хлебники. Параллельно, я рекомендовал почистить печенье, потому что, как вывезти эти все... Это дорогое удовольствие? Нет, цены доступны, это все натурально на травах, которые растут в Украине. Ну, специально подбирались, чтобы это было дешево и доступно. Чтобы, ну, это тут я показываю только так, есть 200, 100, 30, ну, 30, как правило, иди на одну людину, на весь курс. Чтобы люди не заморочивались, как говорят, не думали, как. А это может быть на вооружении спортивного врача? Треба. Ага. Вот я рассказываю то, что вот как раз спортсмену потребно. Очистить печеньку, вона очистить кров, так, від токсинів, шлаків, ну, отруйных речовин и так далее. Паразити, але печенька також повинна це вивести, ну, ті всі відходи цих паразитів і самі трупи, ну, розкладається все, что. Паралельно я бы рекомендовал еще чистые судины, фито-чай просто. Это не знаю, что вот в одну тарелку все злив. Ну, ну, приятный так, приятный бывает. Ну, чай. Ага. Но тут тільки трави, тільки рослини и так далее. И еще есть вот очень интересный препарат, бальзам, платиновый. Спирту немае тут, это на Остке, настои трав. С Казахстаном, как не дивно, один хлопец вывозил ящиками. И мы спросили, куда же ты его везешь? Моя мама тренер по ганболу, национально-збирной. Вы напомните, что сам я представитель борьбы, греко-римской, классической борьбы. Ну, молодости было. Да, да, да. И вот вона поет всю команду. Угу. Вот цим платиновым. И вони займають дуже великим місцем. Что воно дає? А эти секрети кто-нибудь знает? То, что вы сейчас говорите. Ну, вот вы знаете уже. А, теперь да. Теперь знаете. Допингом не являются. Ну, сбудником також не являются. На отміну від от вселяких редбулів, ну и так далее, ті, что от сбуджують, коли кожна клетина викидає все, что можно, тут принцип трошки інший. Його потрібно небагато, але це якби ферменти, які підсилюють виробництво в организме потрібных ферментов, речовин и так далее. И открывают мембраны кожной клетины и митохондрии. А митохондрия – это электростанция клетины. У вас лекции очень много, да? У вас целая серия специальных лекций, да? Є лекции, тренинги, семинары и психологические. Вот, например, на Сходе я читал лекции нашим воякам, которые выходят и 10 годин, например, тренинг. Керувание стрессом в боевом обстановке. Я такий. Я показывал, как керувати своим телом. Приблизились к боевым действиям, да? Ну, не нас сами, но чтобы допомогти. Как добыть воду с поветра, даже когда жарко, когда нет воды, потому что проблема. Как зупинить кровь у себя или у товарища. Спортсменам это иногда нужно, потому что бывают травмы и так далее. Ну, то, что бывает, то бывает. Ниакий мистик, все на науковой основе, психологично, и умение керувати своим телом. Для спортсменов есть еще прекрасный препарат. Назвали кальций. А все это доступно? Все это доступно. Ну, я думаю, 50-100 гривен. Не, вообще, ну, где это? У вас есть, а вот... В аптеках, заходите в аптеки. Ну, например, в готелю «Украина». Это то, что я сегодня был. Там есть. По других аптеках я. Так. Но, в отличие от других видов кальция, которые необходимы для суглобов, перенавантажения. Значит, значит, треба памятать, что кальций и другие микроэлементы не засвоюются, если в организме недостаточно кремния. А кремнии пожирают паразиты. Вот вибудовывается ланцежок. Ликвідували паразитов. З їжи мы отримали кремнии. Но 40% вот тут кремнии в доступной форме. А в его присутствии ассимиляция всех других микроэлементов происходит, а без кремния не происходит. Мы можем засыпать себя микроэлементами, но если они достаточно кремния, они транзитом пройдут через организм, и тогда золотым будет только унитаз. Алексей Григорьевич, а как сделать, чтобы люди знали о пользе, и о значении, и направленности? Вот я не знаю, какое. Ведь спортивный врач, он специалист, наверное, больше травматолог, потому что там больше травм бывает. Или он универсал. Так давай-то организуем, Зостерич. Да, вообще-то я знаю, что вы очень много бываете с лекциями, объездили много стран. Вот эту миссию свою объясните, потому что как вы вас требовали? Как вот Николаев приехали, у вас здесь консультации? Какая направленность вот к вашей встрече? Ну, комплекс психология, обовязковая психосоматика, найти причину, першую. И вот через препараты. Ну, только разом. Не можно одними препаратами быть в стане здоровья, и не можно только одной психологией. Это действительно комплексный подход. Так, есть вот такой, например, препарат, целющая мазь, тоже так уж долго мы ее разработали. На Схид сейчас много отправляем. А вы что-то к этому имели отношение? Это мы ее выпускаем разом. Ну, вот наш коллектив. А, как травник, да? Как травник. А что за организация у вас? Дар Русиньев, компания, которая разработает и выпускает эти препараты. Цей препарат я знал приблизительно с 12 лет. Мой татар, отец, мой первый учитель, навчал, как, ну, он также был травником. Значит, за добу заживая будь-яка рана. Так что получилось на ринге, и можно восстановиться, да? Так. Ну, как вы зрозумели, якщо суглоба, это вот кальций с кремнием, якщо десь раны заживления, плюс, якщо перед навантажением є вот варикоз вены, да? То есть еще препараты, которые позволяют, ну, при варикозе мазь наносится, и уже на второй, на третий день видно, как начинают сходить эти ущельнения, ну, те, что... Да, даже женщинам это нужно, не только спортсменам, а просто женщинам, у которых, ну, очень псует их их внешний выгляд. Олег Гойч, вот у вас очень много книг, почему они так востребованы? И тираж довольно большой, переиздаются много раз. Чем они так интересуют? Ну, когда мой учитель, батько, он сказал так. Когда ты что-то знаешь, то ты сходишь на шафу с книжками. Это информация. А вот когда ты сможешь ними користоваться, практически, вот тогда ты, возможно, будешь мудрою людиною. Можливо. Полезно чтиво, да? Ну, даже не полезно, а практично. То есть, знания должны давать практичный результат. Ну, например, тут книжка «Гармония», около 500 хвороб, психосоматичная причина и как ликвидировать. Плюс подібраны тексти, конкретно для ситуаций, для жизневых ситуаций. Робишь вот так, отримаешь такой результат. Подбираются слова по вибрациям, а мы славяне. И почему я украинскую мову разговариваю? Ну, по-перше, я украинец, живу в Украине. А по-друге, украинская мова найбільш енергоинформаційно потужна у світі. Це багато розказували вчених, до речі, російських, які вивчали мови різні. І якщо правильно підібрати слова, а славянин – це людина, яка знає слово і вміє ним користуватися, то можна отримати такі речі, які мають схожі на чудо, але в чудеса я не вірю давно. Ни одно чудо не протирічить законам природи. Воно може протирічити нашим знанням про ці закони. Я прагматик. Дає результат, я розбираюся з точки зору науки, чому воно дає. Так от, книжки направлені на те, щоб людина взяла, прочитала і отримала практичний результат. Ну, можливо, тому і тиражі, і там користуються популярністю. Без реклами, без нічого, але вже десятки-десятки тисяч екземплярів розійшлось. У вас спеціальність така інтересна, травник. Чому ви особе увагу уделяєте растітельності? А чому ще? Якщо колись традиційна медицина, поки не було європейської медицини. Ви ж вообще інтересно прийшли в цю професію? Ну, заставило життя. Я, коли в 12 років сестра порізала руку, і на моїх очах, причем так, що фонтаном кров порізала, на моїх очах батько зробив за 10 хвилин масть, замазав, замотав, і через три дні не розбинтували, не було шраму. І вона до сьогодні показує, каже, от пам'ятаєш було, а шраму немає. Я користуюсь рукою, то на цій основі ця цілюща мась. Це мене зачепило тоді. І от я почав вчитися. Ну, і вчусь до сьогодні. Бо якщо ти перестаєш вчитись, то ти не маєш права далі навчати когось. А от ви сказали слово гармонія. У вас какая-то связь є з фірмой гармонія, з Николаївською, да? А в Миколаїві я знаю 7 гармоній. Різних. Це 17, да? Різні. Це книжка гармонія, це навчальна система гармонія, де ми навчаємо людей на тренінгах, на семінарах. Це і стати жінкою, стати чоловіком, гармонізація стосунків, страхи фобії, харизма, бізнес-тренінг. В Карпатах є у нас центр роздоровчий, 9 днів. От завтра я вже в Карпатах. Ну, на ранок я буду там і з'їжджаються. У вас так тяжело було вирвати, і так, ви все время на колесах, путів все время. Що ви іщете? Що знаходите? Ну, я взагалі то вже знайшов. А тепер просто треба передати це все. Так, а це може цікаво? Ну, так, якщо без тобі це не цікаво, то воно не буде цікаво нікому. Там же в Карпатах на Грі Бажань біля описано каменю. В цьому році ми, я думаю, вже буде освячено церкву. Будуємо церкву. Два з половиною роки йде будівництво. Купола вже накриті, зараз починають дах накривати. Ну, збираються туди люди з усієї України, збирали і кошти, і ресурси, хто ікони, хто чудотворні привезли з Греції ікони, уже аранток написали в монастирі, ну і так далі, і так далі. А ви при кому знаходитесь, а сам по себе? Я не при кому, а є твореці, я при ньому. А при ком людина може бути? А як вас знаходять? Потому що, от, інтересуються ваше. Кому, хтось отримав результат, комусь розказав. І понеслась. Це мене реакція, да? Це найбільш швидка реклама, але найбільш відповідальна. Бо якщо не допомогло, то десь артем точно розкажуть. А допомогло, двом-трем розкажуть. А є якась система підготовки спортивних врачей? Тому що та ж група здоров'я, те, необхідно там, діти рано починають займатися професіональним спортом. Ну, ви розумієте, на жаль, от як спортивний лікар, такого немає. Це, як от окажуть, призвання у людини. Ну, якщо лікар, він, ну, в українській мові, воно взагалі то лікар. Ну, це коли от любов. Уже сам по себе, независимо, да тоже. Любов'я, от рівень любов'я є. От до того, ну, що ти чим-то займаєшся. От тоді цей лікар, ну, стає спортивним. Фактично в інститутах, університетах дають азы. А потім уже людина стає спеціалістом сама. Чи вчиться вона, і далі-далі все життя вчиться. От тоді вона буде спеціаліст, і тоді вона зможе допомогти іншим людям. А коли тільки ти вивчив те, що в інституті, а то буває, що і не вивчив, так? Це в будь-якій професії. Тоді, ну, так, ходить людина на роботу, та й все. От ви займаєтесь цим, вам все подобається, так? Звісно. Ну, і від душі це йде. І тому, і передача так довго йде. Ну, роками. Бо це... І вона вістребована, вона потрібна людям. І це будь-яка справа. Що б ти не робив, роби це добре, і отримуй від цього задоволення. Або не роби це. Ну, суть програми в тому, щоб создавати, формирувати звізди, щоб люди знали наших самых лучших спортсменів, щоб як можливо більше людей займалися именно оздоровительним движением. Я думаю, що функції здесь у нас якісь общі, тому що эта пропаганда імеє огромне значення для человека. А вам які види спорту більше подобаються? Ну, крім того, що ви займалися боротьбою на ковря. Ви знаєте, виділити не можу. Коли спеціалісти, то воно подобається будь-який вид. А от коли це не спеціаліст, або людина займається аби як, то воно нікому не подобається. Ну, кажуть, от яка музика вам подобається? Класична, народна. Якщо це музика, так вона всяка подобається. Ну, якщо це музика, яка за душу бере. Так і спорт. Не можна сказати якийсь вид спорту кращий чи гірший. Якщо це спортсмени, дійсно спортсмени, то ти отримуєш задоволення, спостерігаючи або допомагаючи цим спортсменам. Тут є одна особливість – женський спорт, де психологія дуже своєобразна. Потому що, кажуть, що жінки на площадці непредсказуємо. Вони можуть виграють або проіграють, а потім, ну, в общем, творять чудеса. Тут, мабуть, і спеціальність медицинського роботника должна бути особлива, і психологам, і травматологам. Та я не знаю, буквально всі ці спеціальності, які є в медицині, все там воплатися в ньому. Ну, я інколи проводжу волонтерські тренинги. Ну, от на сході, наприклад, батальйон вийшов, я 10 годин проводив тренинг, ну, 400 людей було. А там мається психологія людей на фронті? Дуже змінюється. Ну, наприклад, тренинг був такий, керування стресом в бойовій обстановці. Ну, це от, значить, так от, якщо ви візьмете групу наших спортсменів, миколаївських, спортсменок, я думаю, ми знайдемо в розкладі час, я можу, цілий день, 10 годин, по тренингу йде 10 годин, але як одна година. І якраз по спорту, з тим, щоб ліквідувати страхи, стреси, образи, щоб це врівноважена була людина і могла повністю весь свій резерв, як кажуть, видати, сконцентрувати в ту хвилину, в ту секунду. Спорт – це ж уміння концентрувати всю свою енергетику. Ось Якович, от в спорте є старт і є фініш. І ви могли б, навіть, часами розказувати о своєму любимому делі, о важності цього направління. Ми вперві прикоснулися до цієї теми, дуже важні. І тому хотілося, щоб ви приуспівали в цьому замечательному делі, поднесли в люди радість жизни, хороше і здоров'я. Тому успіх вам, здоров'я, всього хорошого. До зігадання. До побачення. Дякую за перегляд!